Даша Баскакова 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 Он все равно брал аккордеон и садился играл на аккордеоне. И папа играл на гитаре, конечно же, пел всегда вокруг костра Куджаву, Высоцкого, Галича. И все мы росли в этой театральной такой атмосфере, созданной, наверное, шестидесятниками, скажем так. А когда родители заметили, что у тебя есть талант именно музыкальный? Когда ты начала писать, сочинять что-то свое? Ну, я все время что-то сочиняла, причем я очень, наверное, я все время думаю, я интроверт или я экстраверт, вот не знаю, даже сама понять не могу. Наверное, когда я была маленькая, я вообще стеснялась всего, то есть я что-то писала себе в уголочке, нельзя, чтобы никто, это мое личное, я никогда не думала это показывать публике. Вот, и у нас была такая небольшая квартира, и в одной комнате стояла пианино, потому что я в музыкальной школе училась. И вот я закрывалась, а по роду деятельности получалось, что родители приходили очень поздно домой. Дом была только слепая моя бабушка, вот, бабушка тоже была, ого-го, какая бабушка, она была раньше директором библиотеки. Вот, и бабушка, она лежала себе в комнате и слушала радио, то есть она где-то далеко, она меня не слышала. Я знала, что никто меня не слышит, я сижу одна, я ставила там, ну, скажем, Есенина, Томик, там, или еще чего-нибудь. И на каждое стихотворение я сочиняла аккорды, песни, и любила очень играться вообще, такая игра для меня была, это даже не серьезно. А потом я написала первую песню, потому что я увидела собачку, которую убили, мне стало очень грустно, я ее подкармливала печенюшками где-то на базе отдыха. И вот это, наверное, была моя самая первая песня. А потом я стала сочинять стихи в школе, с теченением мы писали в стихах. Вот, и как-то так пошло, поехало, я стала сочинять стихи про учителей, стали меня пользоваться на олимпиадах, то есть я была, например, ноль совершенной в химии, в физике. Но так как я писала стихи для олимпиады, например, для какой-нибудь, или для конкурса, то есть мне твердую ставили четверку. Но там до четверки я не тянула, это точно. А вот когда ты уже поняла, что профессионально хочешь заниматься музыкой, были ли какие-то, может быть, моменты жизненные, которые тебя к этому подтолкнули? Конечно, я выиграла конкурс «Белый месть». В каком году это выиграла? Это был 96-й год, это еще, видите, в то время не было интернета, поэтому это как-то слишком-то сильно не зафиксировано. У меня есть только видеозаписи всего этого дела, то есть. И вот я выиграла конкурс «Белый месяц» 96-го года в оперном театре. Председателем был Борис Ким. И я помню, очень была веселая история, связанная с этим конкурсом. У меня не было никакой одежды совершенно, чтобы выйти на сцену. Я сочинила песни, мне сделали, значит, Евгений Владимирович Фомин и Юрий Михайлович Шашин. Я занималась в их студии «Пионеры», во дворце «Пионеров». Они мне сделали, там, с друзьями, с их, они все как-то так, гурьбой, дружной музыкальной семьей, мне сделали пару аранжировок. И вот с этими аранжировками я поучаствовала в «Белом месяце». Я помню, у меня было такое шифоновое длинное платье. Мне одна женщина, значит, его дала поносить. Она была очень высокая, то есть меня какими-то булавочками там его прикололи. И я вышла очень стремительно так вперед в этом шифоновом платье. И оно у меня так вот развеялось. И потом БГТРК накладывало очень много разных монтированных кадров, потому что я была во всей своей наготе, на самом деле, в этом шифоновом платье. И то есть мы смеялись, что, ну, наверное, выиграл-то поэтому. Ну, я на самом деле думаю, что я выиграла, надеюсь, все-таки, потому что, ну, неплохо выступила. И там я заработала какие-то деньги, потому что был выход либо там выигрыш, либо ехать куда-то на конкурс, не на конкурс, а на каникулы какой-то, там, Таиланд, ну, что-то такое, не помню. Путевка. Путевка, да. Вот. Либо давали деньги. Ой, тогда обмерилось все миллионами, я помню. Там вот какие-то миллионы мне, значит, дали. На эти миллионы мне хватило купить билеты в Москву, и я поехала, поступила в эстрадно-джазовый колледж имени Гнесиных и осталась жить в Москве. Ну, тогда, наверное, стало понятно, что я буду заниматься музыкой, потому что я поступала в театральный, я все-таки до конца думала, что я буду заниматься театром по стопам папы. Вот. Ну, прошла там какие-то отборочные туры, но вот последний тур, в общем, я не прошла, меня не приняли. Надо было срочно что-то предпринимать, и я вот поступила в эстрадно-джазовый и как-то полностью связалась уже с музыкой. На протяжении долгого времени ты проживаешь во Франции. Вот расскажи, пожалуйста, как тебя там приняли тогда изначально, вот такой вот юный, может быть, даже отчасти неопытный, только набирающий, так сказать, обороты в музыке. И как тебя принимают сейчас? Ну, принимают так, как я сама себя подаю, конечно же. Когда я приехала во Францию, я же приехала с театральным проектом. Мы приехали с молодежным художественным театром и компанией Ален Солит Раверсе, в которой был хозяин, то есть директором этой компании, был Сирил Гросс, который стал впоследствии моим молодым человеком. У нас была трагическая история нашей жизни, нашей любви, потому что он погиб в катастрофе. И это было в 2001 году. Вот. И когда я осталась там, то есть сначала я приехала, Сирил, он был у меня влюблен, он, конечно, со мной, вот, это моя принцесса. То есть я была такая его сакральная такая вот принцесса. Вот только вот его, и он мной очень гордился, и поэтому, когда он устраивал какие-то концерты, он так важно очень чинно переводил, вот, пожалуйста, какие-то переводы мы песен, такие слегка несколькие куплетов сделали. Вот. А потом я осталась одна, и нужно было каким-то образом себя уже зарекомендовать, как вот не девушка Сирила Гросса, а как вот Даша Баскакова. У меня была работа, я играла в театре, в спектакле в одном. То есть я думала, я, наверное, закончу играть в этом спектакле и вернусь. Ну, так получилось, что я создала группу, которая называется Dash & Wars. И там удивительно было для моего папы, на самом деле, потому что я писала одно, а слушать-то я начала уже немного другое. То есть я начала уже слушать Массив Атак, Portish Head, там, группы, там, трип-хоповые. То есть я слушала электронную музыку очень много. То есть мне все как бы нормальная молодая девушка, всем интересовалась. И когда я, значит, спела в одном месте, на одном театральном фестивале, и сказала, вот, чтобы сделать как-нибудь электронным музыкантам проект. И вот мы встретились с Ворсом, который мне предложил сделать проект. У нас он молниеносно создался. Мы отрепетировали дней десять. За десять дней мы написали практически альбом. Это было такое счастье. И я играла в нем. То есть для меня какое-то театральное такое действие было, потому что я что-то делала готическое такое. Мне нравилось во все это играть. Но это, наверное, часть меня, с другой стороны, в этом есть. Причем даже многие считают, что, наоборот, там я более гармонично выгляжу, чем в своих песнях под рояль. Я считаю, что я везде сама... Я нигде себе не лгу, на самом деле. Я все делаю по-честному. Я даже когда пою, я очень люблю петь цыганские песни. Я выступаю с одним очень классным цыганским коллективом. И я тоже по-честному пою цыганские песни, белогвардейские и так далее. Вот. И там, конечно, сейчас, ну, как всегда говорят, если бы молодость знала, там, если бы... Я не могу сказать, что старость не могла. Зрелость. Зрелость. Конечно, я себя сейчас, тем более после того, как я стала мамой, я себя ощущаю гораздо комфортнее, гораздо проще отношусь к жизни. Не такая у меня сразу серьезность по отношению к себе, ко всему. То есть я больше, все более и более люблю жизнь. И более и более соглашаюсь сама с собой. Ну, посмотрим, как будет лет через десять. Но пока я вот действительно себя сейчас чувствую гораздо комфортнее. Ну, я, конечно же, и поднаторела в музыке, в игре, в контакте с публикой. Что-то исчезло, что-то появилось. Наверное, исчезла вот эта вот такая продуктивность большая, креативность, которую у нас всех, так, наверное, 20-25 лет. Мы же, прет же из нас вообще все это. Мы узнаем жизнь, мы о ней хотим сказать. Ну, а теперь мы немножко уже понимаем больше. Ну, вот один такой, один из первых твоих проектов назывался «Даша поет романс». Потом, значит, ты перешла в трип-хоп, ну, то есть «Даши ворс». Потом было «Даши трио». Сейчас как можно охарактеризовать твое творчество? Чем ты сейчас занимаешься? Ну, Анна, я никогда не занималась отдельно вот этим, отдельно вот этим. Я все время занималась всем и одновременно, на самом деле. То есть я всегда хотела иметь... Мне всегда нравилось иметь два или три проекта. Во-первых, оно, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, вот имеешь одно что-то, и так тебя идентифицировали, и ты вот в этом направлении идешь, и вот на этом, в этом направлении работаешь именно. Так, наверное, умно. А мне всегда нравилось и играть в спектаклях, и сочинять музыку, например, для пьезли каких-то. Я кидалась все время, ой, интересно, вот это, мне интересно. Мне все интересно. Если мне предлагают сыграть с какими-то музыкантами, недавно я пела там романсы, то есть мне дали карту белую, сказали, что хочешь, выбирай любые, и мы все сделаем с музыкантами из консерватории в Эксен-Провансе. И вот мы вот чего-то там понавыбирали, всего подряд там. И вот это все мы, все пели. То есть мне... И поэтому Trip-Hop, оно не было отдельно от Dash Trio, оно шло одновременно. У меня одновременно была Dasha Inverse, и отдельно я сделала Dash Trio, то есть с разными музыкантами. И выступали на разных площадках, потому что это немного разная публика для двух проектов. Хотя, ну, в принципе, люди-то ходят и на одно, и на другое, и на рок, и на поп. Люди, которым интересно, которым я понравилась, они везде ходили, на все мои спектакли ходили. А сейчас я играю в дуэте с аккордеонистом, с которым мы очень много написали музыки для театра, Эдвин Бугер. И также мы с ним начали новый проект. Пока только в самом начале он. Мы, аранжированные мои вещи. Ну, вот я не знаю, в каком это все будет стиле, то есть больше такое синтезаторы, электроника, немного акустики тоже. Вот, и вот сейчас мы работаем над этим проектом. У нас есть музыкальный продюсер, который помогает нам, значит, с барабанами, ну, с частью вот этой биты делает. И вот я уехала, мы сделали три песни. Сейчас я приеду, посмотрим, как у нас будет это все продвигаться, быстро, не быстро. Это сложнее сейчас, конечно, потому что Эдвин замечательный музыкант, у него тоже много разных проектов. Мне тоже по роду деятельности приходится работать, то есть делать концерты. Видите, у нас же как заработок идет не от продажи дисков, а от концертов. И мне невозможно не петь концерт. Каждый концерт — это подготовка определенная, иногда какие-то. А вот, пожалуйста, для фестиваля, для какого-нибудь киношного, русский киношный фестиваль мне заказывают. А спойте вот из каких-нибудь фильмов, песни, да? То есть надо же их подготовить, работать. То есть постоянно идет какая-то работа. Вот, и поэтому хотелось бы так засесть и месяц только творить. Я думаю, что если я засяду вот так, и месяц у меня будет свободный. Просто творить, творить. Очень быстро все пойдет. Но так как ребенка отнести в школу, привезти в школы, то есть надо заниматься еще подготовкой концертов, давать рекламу, запросы, ответы, мейлы. Это такая, ну, это работа. Ну, дорогие друзья, Даша Баскакова к нам сегодня пришла не с пустыми руками. Сегодня в эфире нашего телеканала состоится премьера клипа. Просьба обратить ваше внимание на экран. Даша Баскакова Голос у тебя, у тебя голос тихий, Мой же рвет в годов плети. В памяти твоей, в твоей памяти лыхлой, Все давно уже спета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok В разговоре с одним из моих знакомых я упомянула о том, что на эфир ко мне придет Даша Баскакова. Он попросил узнать, планируешь ли ты возобновить свой TripHop проект. Приведите это все на французский язык, найдите в фейсбуке Laron Wars и скажите, что вам всем очень хочется, чтобы проект возобновился. Я мечтаю его возобновить. Получилось просто так, что мы играли, 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 крутились, крутились. У нас сначала был очень хороший буат, агентство, которое занималось нашей раскруткой. То есть они нас крутили, находили концерты и так далее. Агентство развелось до огромных масштабов. Сейчас они работают с большими звездами. А я просто-напросто забеременела. И когда я уже там месяца на пятом, наверное, а музыка такая довольно жесткая, и я, в общем, играла полностью эту роль вот этой вот такой тигрицы, львицы, и, в общем, пришлось перешить юбку, все это как-то добавить, прибавить. И уже когда с этим животом, уже немножко несуразно было скакать на каблуках и орать в микрофон, вот, мы прекратили, и потом как бы, ну, мы потом встречались и говорили о том, что мы бы хотели все это возобновить. Но пока Вор занялся, он сейчас, у него какой-то рэперский проект, там, вот, я послушала, ну, не очень он нравится. Ну, вот, но, как бы, вот он у него есть, и он им занимается. А Ворс очень хороший человек, он мой бывший коллега, он, если взялся за что-то, он доводит все до победного конца. Вот, и если даже я не снова не возобновлю этот трип-хоповый проект, то то, что мы делаем с Эдвином сейчас, то, что я вам сказала до этого, я хочу его приблизить, вот, что-то между тем, что я делаю обычно, и вот Даша Инворс. Вот, я очень бы хотела работать с каким-нибудь электронщиком, и пока я просто не могу найти человека, то есть, либо я нахожу талантливых музыкантов, но такие тоже, Франция, Россия, все одно. Есть серьезные люди иногда, а есть разгильдяи, бывают очень талантливые, безумно талантливые, но во все стороны, их же всех надо, как вот, держать и так далее. А я сама очень человек легкий, то есть, я, меня тоже надо иногда держать, в общем, я сама себя-то получается держать, а если еще кого-то, иногда мне не хватает сил. Поэтому мне, конечно, проще работать с людьми серьезными, а таких людей, знаете, как тяжело найти, очень сложно. Но если у вас кого-то, у музыкантов есть предложение по сотрудничеству, я с удовольствием соглашаюсь на все сотрудничества. Я просто очень люблю петь, очень люблю сочинять, и мне нравится, например, когда мне дают какую-то там почву для полета. Ты сегодня уже упомянула о том, что пишешь достаточно часто какие-то вещи для театров, то есть, для каких-то постановок определенных. Вот даже в прошлом году, по-моему, для Артема Баскакова, для Пиноккио, да? Ну, для Артема, да. Музыку написал. Скажи, пожалуйста, трудно ли работать на расстоянии с режиссером, потому что все-таки, наверное, надо посмотреть, как идут репетиции, как-то вдохновиться. И вообще, часто ли приходит предложение посотрудничать, вот именно написать музыку для постановок в театрале? Ну, конкуренция очень большая, конечно, потому что композиторов-то много разных. Ну, причем разных. Есть хорошие, есть плохие, есть средние, есть какие-то штатные, вот часто еще в театрах. Конечно, первое предложение у меня было от своих. И кто-то, если услышал, то обычно это вот из уст в уста, из ушей в уши это все передается, да? Работать на расстоянии мне на самом деле не очень тяжело. Мне надо понять, в каком стиле все это делается. Может быть, увидеть несколько кадров со спектакля. То есть мы же говорим с режиссерами, вот, и они дают свою идею, они объясняют, что они хотят, в каком стиле. И причем каждый режиссер приблизительно, они же не говорят, что да, а что хочешь, что пиши. Говорят, вот мне надо вот примерно так. Артем мне досконально посылает всегда кучу-кучу разной музыки, говоря, что вот... А иногда я с ним спорю, я говорю, да нет, вот на Пиноккио, например, ну, там песня я очень, на мой взгляд, очень удачная получилась песня. То есть, ну, бывает разная музыка. Он скажет, ну, тут немножко, наверное, не очень. А Пиноккио, она не совсем подходит по стилю, потому что он в стимпанке делал спектакль, то есть вообще никакого отношения к стимпанку моя песня про Пиноккио не имеет. Я написала песню о вот этой глубокой любви родительской к этому непослушному ребенку. И я писала, на самом деле, думая о своем ребенке, о любом ребенке, любая мама бы точно так же бы сказала, ну, что ж ты. Вот, и потом мне хотелось, чтобы было немножко Италии все-таки. Ну, все-таки итальянская сказка, да, а тут как бы, ну, понятно, стимпанк там. Я же поняла, что там Италии-то и не будет. Вот, там, по-моему, ее и не было там. Вот, поэтому я сделала вот такое лирическое отступление. Артем, когда мне попросил, он говорит, напиши рыпак. Уж я пыжилась, пыжилась. Я чего-то стала писать, говорю, Артем, а ты не хочешь просто классную песню, чтобы вот этот вот не рыпак? Потому что я же не рэпер, ну, зачем я буду писать рыпак? Ну, посетил Хунхурту там, не знаю. Ну, да, у нас много замечательных людей, которые пишут в этом стиле. Да, сегодня вот, сегодня рэп вот процветает. С какой программой выступления ты приехала к нам нынче? Я знаю, вот уже прошло два выступления таких массовых. Вот ты уже говорила в парках. Да, это дирекция парков придумала такую классную штуку. То есть она не придумала, это существует везде. И я, наконец-то, счастлива, что это происходит здесь, у нас, в Бурятии. Потому что, знаете, так обидно мне. Потому что, конечно, во всех дворах стоят какие-то турникеты, стоят для детей там чего-то. Ну, вот сходили мы в одно место, в два. Ну, у нас же просто по пальцам перечесть, куда можно сходить с детьми летом. На Байкале можно, конечно, купаться, опять же, вода холодная, в лагеряной, наверное. Ну, у кого-то, может быть, нет денег просто ребенка в лагерь отправить. Тоже надо понимать, какие зарплаты у людей здесь. А тут здорово, бесплатные мероприятия, играют музыка, дети веселятся. Конечно, есть соблазн, есть мороженое, пироженое, самолетики. Но в любом случае, для тех родителей, которые не могут поехать на курорт куда-нибудь, которые работают, и вот в воскресный день отвезти, в субботний, в воскресный день своего ребенка в парк, чтобы он там поскакал, попрыгал, побегал, повеселился. У меня Эмир, мой сын, был такой счастливый. Я представляю, какие счастливые... А Эмир у меня, ну, в принципе, конечно, избалованный западный ребенок, который постоянно у него какие-нибудь мероприятия, выходы, музеи и так далее. А тут вот пенная вечеринка, спела певица, какие-то сделали, значит, дискотеки, какие-то танцоры потанцевали, конкурсы провели. Побольше надо этого всего, надо, чтобы это было не только летом, чтобы это было осенью, весной, чтобы были все время такие мероприятия на выходные. Потому что людям надо что-то делать с детьми, куда-то их водить, чтобы дети как-то играли, знакомились между собой. Вот. И там я спела в парке Жанаева, в парке Орешково у меня. Спела два, скажем, сольных концерта. Но я так пела не только свои песни, там, наверное, пару-тройку спела каких-то, скажем, французских каверов. Вот. И все здорово прошло. Ну, мне понравилось. Я не знаю, как все это проходит для других, наверное, может быть, как-то более широко, массово. Но было очень мило. И так, как я люблю, то есть красиво, так на фоне арки, орешково, так обдувает ветер, пианино, я пою. Мне вот было очень комфортно. Был хороший звук, ребята сделали хороший звук, то есть хорошие клавиши, люди были очень милые, добрые, остались до конца, слушали. Вот. Я была счастлива подарить вот этот концерт зрителям и предложить им, опять же, прийти на мои концерты в молодежный театр, которые будут более развернуты. Я буду гораздо дольше петь с музыкантами, с Андреем Баглаевым, замечательным гитаристом. И также он играет на бас-гитаре. И молодым барабанщиком Семен Крайнов. Вот такой есть у нас барабанщик. Это вот наши такие музыкальные дарования улан-удэнские. Вот мы с ними готовим программу. Скоро уже будем совсем-совсем готовы. 14 августа в 19.30, это вторник, специально рабочий день, если кто-то уезжает на выходные на Байкал. Вот 14 августа могут прийти в 19.30 молодежный художественный театр. Или 18 августа в 19 часов. Это субботний день. Это будет предпоследний день моего прибытия в Улан-Удэ. Поэтому я буду рада со всеми пообщаться, попрощаться. И уже вернусь, наверное, на следующий год, если дай бог. Даша, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам сегодня, нашла время. Желаю тебе творческих успехов и всего-всего-всего самого наилучшего. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была музыкант, актриса, певица Даша Паскакова. До новых встреч в эфире телеканала Мир Бурятия.